Так, друзья, всем привет! Значит, прошлый урок у нас внезапно завершился. Вот, что-то глюканул QuickTime. И остановились мы с вами на constraint для нашего проекта. Все уже практически написали. Осталось совсем чуть-чуть, да, и публикуем в App Store. Значит, итак, сегодня занятие как раз про constraint. Быстро сейчас их с вами расставим. Итак, это я, Александр Сенин. Чем я занимаюсь, как со мной связаться, вопросы, лайки, все приветствуется. Итак, проект и constraint, да. Значит, у нас... О, а здесь уже constraint расставлены. Так, а у меня такое ощущение, что это... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, ага. Да, значит, вот этот проект на iPad Air. Давайте еще раз его запустим. Так, вот у нас iPad Air. Поменьше только сделать, чтобы он полностью влазил. Так. Тан-та-тан-та-тан-та-тан. Так, значит, constraint. Вот, допустим, я захожу в введение, ставлю лайк, да. Обратите внимание, где этот лайк стоит, да. А не как задумывалось изначально. Дальше. Видите, написать e-mail разработчику, угостить нас кофе, все как-то так смещено. Если я вот так делаю, то тоже от этого ничего не меняется, да. То есть, вот, например, я разворачиваю экран. Ну, в общем, это все некрасиво. Нам сейчас надо все в форму привести. Как это делается, да. Такая технология, она вот пару лет, наверное, у Apple в Xcode присутствует, да. Называется constraint. В чем суть? Вот здесь есть такие иконочки, они как раз об этом. Делается все очень просто, да. Значит, вот мы выбираем элемент, выбираем, какие constraint хотим ему присвоить. И, соответственно, присваиваем, да. Что это значит, да. Это значит, что вот constraint, например, вот этот, да, hike 50. Это значит, что у этого элемента, неважно, где бы он ни находился, ширина и высота будут по 50. Отступ сверху у него всегда будет 8. Отступ слева у него всегда будет 15, да. Теперь давайте дальше. То же самое будем с элементами делать, да. Constraint to Mergence это отступы. Я их вот не учитываю обычно. Вот. Четыре constraint, и как правило, однозначно определяют положение элемента, да. Вот я их добавляю, четыре. Следующий давайте вот этот constraint сделаем. Он у нас должен быть прикреплен к правому верхнему или к правому нижнему углу, да. То есть вот эти две constraint я фиксирую. И ширину и высоту добавляю. Соответственно остался один элемент, который мы его растягиваем по всей ширине. Влево, вправо, да. Прибиндиваем. Ну давайте внизу, например. Делаем ему однозначную ширину. Все. Есть этот экран. Продолжаем. Значит, теперь здесь название урока. То же самое. Значит, ширина одна. Высота. Есть. А вот здесь такая штука есть, как clear constraint. Давайте какую-нибудь ошибку допустим. А то что-то как-то гладко все у нас идет. Ну, например, вот я указал три позиции, да. Я добавил три constraint. И этого нам, что Xcode говорит? И этого нам, кстати, достаточно, как говорит Xcode. То есть ширину указывать не обязательно. Вот. Еще раз давайте очистим. И добавим, например, две constraint. О, видите? Элемент выделился красным. Это значит, что он говорит, вот если по стрелочке перейдем, он говорит, что нужна constraint для Y позиции. То есть вот исходя из этих двух constraint однозначно положение элемента невозможно установить. Поэтому нам нужно еще одну constraint, да. Добавляем. И все. Вот ему все нравится. Следующая, значит, у нас image view, web view. Ну, здесь все просто. Мы его просто растягиваем по всему фрейму и все. Четыре constraint добавляем. Activity indicator. Вот здесь интереснее. Значит, сверху мы его фиксируем. Он сейчас начинает в виде нам ругаться. А здесь мы ему говорим, что ты, дорогой, всегда горизонтально in container. То есть ты всегда по центру в контейнере. Опа. И все. И он уже не ругается. Значит, дальше кнопка. Она у нас будет всегда слева. Кнопка like. А email автору мы его растянем. Мы его как раз вот прибиндим кверху. Еще я говорю, кстати, про таблицу. Table view. Здесь такая штука есть. Сепаратор. Сепаратор. Вот. Сепаратор. Но он. И это у нас в table view. Нет. Здесь у нас давайте. Сепаратор кастомный будет. Все нормально. А вот здесь нам сепаратор как раз не нужен. Вот в этой table view. Сепаратор. Просто она такая у нас беленькая будет. Но есть. Так. Расположили. Теперь еще у нас один экранчик. Да. Это вот этот. Ну тут тоже все. Все предельно просто. Да. То есть вот эти вот мы. Constraint. Вот сюда. Приложение разработчика. Мы. Приконстраинты мы задаем. Бац. 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 Все. Приконстраинт. Есть. Дальше. E-mail. Мы. Нет. Давайте сперва. Наверное. Вот этот значок. Мы его. Constrainting к правому верхнему углу. А E-mail растягиваем уже соответственно. То есть. Оп. 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 Дальше. Такая немножко рутинная работа. Но у нас экранов не так много. Поэтому нам повезло. Ладно. Минут по 30 в конце. После того как проект уже сделал. Начинаешь там оттачить. Так. Widthight. Четыре Constraint. Так. Угу. Бам-бам-бам. Опа. Так. Есть кстати такая штука по-моему. Здесь называется. Называется. AdMisting Constraints. Прикольно. Посмотрим как это будет работать. Правда. Это он прибиндил. Хм. Ну-ка. Давайте проверим. AdMisting Constraints. Как это будет работать. У меня такое ощущение, что он просто это все к правой части прибиндит. Так. Так. Давайте запускаем. Вот заодно и научимся чему-то. Text. Приложение наше. Бам-бам-бам. Нет. Смотрите-ка. Четко. Сработано. Идеально. Ребята. AdMisting Constraints. Запомнили. Пользуемся. Так. Здесь лайк у нас верно выставился. Как вы обратили внимание, все растянулось на весь экран. Как надо. Вправить email автору висит у нас. Название. Введение. Так. Shift-Command-H. Иконка. Так. Единственное, что... Ну давайте уж, чтобы совсем быть перфекционистами. Вот обратите внимание. Видите. Swift Lessons. Три точки. Это нас не устраивает. Значит, вот здесь есть такая info, bundle identifier, bundle version, bundle name. Видите, по умолчанию, product name. Да. У нас product name Swift Lessons App. Пусть просто называется Swift. Запускаем. Запускаем. Так. Swift. Отлично. Друзья, поздравляю. Приложение готово. Значит, следующий урок мы с вами его публикуем в App Store. Вот. А точнее, оно уже в App Store. Я вам более того скажу, опубликовано. Да. Я вам дам просто инструкцию следующим урокам. Как это все сделать. Да. Пошагово. Вот. Какие там нюансы покажу. Вот. Но вот по факту все уже в App Store. Которые можете заходить искать. Так. Все, значит, друзья. С вами был Александр Сенин. Вот так я выгляжу. Все время за компом сидел. Вот в своем кабинете. Вот. Хороших, значит, вам приложений. Пожалуйста, лайкайте это видео. Пишите мне обратную связь. Вот. Вот контакт. Как со мной связаться. Все. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok